Владимир Банчиков Здравствуйте, уважаемые зрители Давай разговаривать Начнем с прошлого Я уже отмечал это в одной из программ Что газета существует вместе со своим народом Со своей республикой, со своей страной Со дня образования Республики Бурятия Полгода разницы, да? Почти, да Февраль 2024 года Грубо говоря, через месяц после смерти Владимира Ильича Ленина Сначала выходила в режиме приложения Потом самостоятельно Называлось Красный Бурят Монгол, да? Да, поначалу Там название Бурят Монгольский Комсомолец Молодежь Бурятия это уже начало 60-х Грубо говоря, когда большинство региональных молодежных газет Как правило, не как правило, а без исключения Грубо говоря, это были органы областных комитетов комсомола Вот, сменили название на более Ну, расширить целевую аудиторию, грубо говоря, да? То есть не только комсомольцы Ну, пожалуйста, там и Не комсомольцы Ну, которых было, кстати, немного Да, более старшего поколения Вы понимаете, то есть понятно, что не просто были с народом, наверное А правильно, с народом и колебались вместе с линией партии Как это и партийные газеты и прочее Вот в нашей национальной библиотеке вы можете прочесть Понятно, что мы перепечатывали Стаса С разрешения и по приказанию наших агентств Весьма одобрительные, допустим, материалы По адресу гитлеровской Германии 37, 38 Совершенно комплементарные материалы были То есть понятно, потом изменилась позиция В 41 году Вот А так, конечно, это был коллективный организатор Агитатор, да? Пропагандист 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 Можно, допустим, почувствовать разницу Тон, в основном, конечно, стал меняться в конце 50-х В начале 60-х После 20-го съезда То есть язык стал более человеческим Мини-официоза Да И вот хочу обратить внимание Это ведь не только у нас Допустим, у наших соседей, советской молодежи Вот в 60-е годы появляется Ну, Валентин Распутин Он в советской молодежи В Иркутской? В Иркутской, советской молодежи Сейчас, по-моему, СМ номер один Выходит она С начала 90-х У нас, вы посмотрите Исай Калашников, Владимир Корнаков Нам жил Нембуев Допустим, да? Вот то, что я, так сказать, знаю Это классики уже, можно сказать Нашей литературы, поэзии Нашей литературы Это, конечно, во многом Я допускаю, что это вынуждено было Потому что тот потенциал Наверное, тот талант Который у них был Те проблемы Которые не могли найти Ну, в силу, понятно, там Руководящие, направляющие роли партии Не могли найти отражение На страницах газет Они выплескивали это все В творчестве уже Кто-то обращался к далекой истории Как Исай Калашников А проблемы-то, они современные Они на все времена Народ и власть, да? Глубо говоря, взаимодействие И противостояние иногда Вот Вот это феномен, наверное Я не знаю Никем не изученным Потому что вот эти молодежные газеты Они, в общем, давали много Ну, тот же Виктор Астафьев Он часто публиковался В Красноярской молодежной газете То есть вот Да, это очень такой интересный Интересный подход, да Да Вот И Ну, что можно сказать Сегодня, конечно Еще 30 лет назад У нас была правда Бурятия Старший товарищ Хотелось бы у тебя спросить Почему Вот молодежь Бурятии Удалось выжить В тяжелые 90-е годы, да И возродиться, можно сказать Из пепла А другим нашим Вот старейшим газетам В той же правде Бурятии этого сделать Не получилось Как ты считаешь? Почему? Я бы не стал, наверное Тут Ну, во-первых Это вне моей компетенции Но На мой взгляд Правда Бурятия угодила В ту же самую яму В которую большинство Партийных газет угодили Когда началось акционирование Они делили на коллектив Коллектив, понятно Лишних денег не имеет А развитие Оно предполагает Все равно вливание Ну, конечно Инвестор не идет Потому что акции распределены Между очень большим количеством Акционеров Вот То есть Акционирование Начала 90-х годов Вот на мой взгляд Погубило правду Бурятия В последующем уже Там, конечно И форма собственности Но акционеры Они вот до самого последнего дня Они как Домоклов меч Буквально висели И Мешали приходу именно инвестора Поэтому инвестора не нашлось Ну ладно Не будем о грустном Давай о хорошем О положительном Позитивном Ты один из немногих Главных редакторов Который постоянно В каждом номере Есть своя колонка Да С чем это связано? Да, потому что я это Ну это все читатели Кто так или иначе Интересуются газетами Все это замечают Во-первых Почему И во-вторых Как ты подбираешь Темы Для Вот для своей Еженедельной Авторской колонки Ну тут кстати Одна из читательниц Поздравляя С юбилеем Газету Она говорит Вы знаете Вы приучили Читать Начинать вообще Читать с редакционной У нас ведь как советская привычка У читателей старой школы Обычно Начинают с последней страницы Кто умер И какое кино Сегодня показывают Да В клубе Вот Здесь Надо сказать Пожелание учредителей Было Чтобы была редакционная Чтобы газета была Строго структурированная Чтобы не было Случайных каких-то материалов Тем Случайных не было То есть читатель открывает Он знает На второй полосе У нас главное В мире В России В Бурятии Самое Самое Вот по поводу тем Тут конечно Спасибо нашему Телеграмму То есть я подписан На очень многие каналы И основные Самые болезненные Темы Недели Они всегда там Находят отражение Ну на самых авторитетных Инсайдерских Каких-то Возможно Вот Но иногда жизнь подбрасывает Иногда Допустим В сегодняшнем номере 20 февраля Пришла с утра Она наверное И вам приходит Из нашего Бурятстата Небольшая Табличка Материал Миграция Межрегиональная Сколько приезжает Сколько отъезжает Тут на носу 23 То есть понятно Надо и там Отметиться Да Наш гендерный праздник Первый И В то же время Вот очень Интересный наверное Да Материал Почему от нас Уезжают люди Это Самый Животрепещущий По-моему На сегодняшний день Момент Или Либо приезжают Не те То есть разница Получается Вообще Не в нашу Положительный прирост На Чукотке 25 человек Больше стало Ну понятно Там вахта Там вахтовики Новое может быть И зарплаты соответственно Там Не в пример Нашим Даже И близко Да Ну Как правило Вот Те Пресс-релизы Которые Рассылают Наши И налоговые И СПП Да Допустим И Все Смотришь И что тебе Лично интересно То Ну я предполагаю То и интересные читатели Но судя по откликам Нам Звонят Вообще Наши читатели Народ не ленивый Вот Не то что прочитали Грубо говоря И забросили Они всегда звонят Либо хвалят Либо ругают Иногда приходит Ругаться даже В редакцию Не по поводу того Что там Исказили факты Касающиеся его Да Непосредственно А вот Нарушают его картину мира Вот Грубо говоря Да Это каким образом Ну допустим Ты У меня Я помню Была Очередная Редакционная Посвященная Ну слишком уж Большой В оцерковленности Нашей элиты И прочее Да Понятно Да Вот Читательнице Не понравилось Она Посчитала Что ее Религиозные чувства Тут каким-то образом Задеты Хотя Речь там вовсе Не об этом Ну Ради бога Сколько людей Столько мнений Да нет Для этого газеты существуют Чтобы в том числе и спорить Тем более газет у нас много Не нравится наша Пожалуйста Да Давайте другую Да Олег А как ты Вот Рядом с твоей колонкой Всегда идет Опрос читателей Да Глаз народа Глаз народа Да На ту или иную тему Как вот эту тему Вы находите Ну Ты находишь Наверное в первую очередь Нет Ну Мы сообща находим У нас Люди Интересующиеся Они Вообще Все сотрудники Так сказать Они же варятся В том же самом бульоне Грубо говоря Да Информационном Мы обсуждаем на планерках Как правило Открываем иногда Когда вот Ну ничего Бывает без теми Особенно летом Открываешь календарь Допустим Да Тассовский Ежемесячный И там пожалуйста Там день толерантности То что вот Казалось бы Не на поверхности Но то что очень важно Для читателей Конечно Тут все зависит От формулировки вопроса Мы стараемся избегать Каких-то банальностей Грубо говоря Да Чтобы Ну людям было интересно Отвечать У тебя отличный коллектив Пишущий Да Отличный Тут вообще Никаких вопросов нет Да Как ты находишь людей Молодые В основном Это ну Я так думаю Ну вообще не я нахожу А кто А они сами находятся Они сами находят Да Они сами находят Вот сегодняшние Наши работники У нас немного Я кстати говоря Пришел когда В 85 году У нас около 30 человек Был штаб То есть вот Отдел рабочей сельской Молодежи Три человека Да Учащийся студенческой Молодежи Два человека Отдел пропаганды Трое Я начинал С отдела оборона Массовой и спортивной Работать Там один человек Отдел писем Один человек У нас переводный Бурятзулушу Это грубо говоря Переводный вариант Молодежь бурятии В переводе Просто переводили Грубо Там 8 человек У нас сегодня Всех Грубо говоря Включая с внештатниками 8 человек То есть можно Да Представить себе Конечно Сколько Вот Люди сами находят Хотя объем газет Увеличился Но периодичность Уменьшилась Раньше мы выходили Три раза в неделю На четырех полосах Грубо говоря Суммарно Это 12 полос Но понятно Что и набор И само написание Оно сложнее Ради нескольких строчек Конечно Это преувеличение Да Там Трое суток шагает Там бы сразу Уволили человека Грубо говоря Потому что Объем есть объем Ты должен выдавать Как ты распределяешь Редакционные задания Вообще Как проходит жизнь Редакции Газеты Вот То что можно Расскажи пожалуйста Это мне допустим Очень интересно Я думаю Что нашим телезрителям Тоже Потому что Ну далеко не все знают Как создается Вообще газета Вот как она делается Ну В этой кухне Я не думаю Что совсем уж Это интересно Но Положим Вот День выхода газет Среда У нас планерка Летучка Мы обсуждаем Вышедший номер Отмечаем Недостатки Какие-то И Делимся Что у нас На следующей неделе Что у нас Во власти Что у нас В экономике Какие приезды Грубо говоря Да Какие информационные поводы Часто Вот Наиболее Такие Резонансные материалы Нам подсказывают Конечно Читатели Вот у нас У нас в нескольких номерах Шли материалы Риты Андреевны И Хеновой О противостоянии Допустим Мировых судов Энергетиков Наших Да Ну то что касается Каждого гражданина Касается Касается и кровных Грубо говоря Денег Тогда Некуда уже Человеку податься Это вот Последнее пристанище Это уже Газета Вот И Самые такие Резонансные По которым Нам звонили Это были Конечно Вот эти материалы Подсказанные Читатели Я просто помню В 85-м году Когда я только Пришел У меня Планерки Вот эти Летучки Они пугали Там же Всегда стоял Ор Ругань Да Не просто Там Площадная Грубо говоря Да А по делу То есть Люди Журналисты Как любые Творческие люди Они очень Ранимые Несколько Как Сергей Доренко Недавно На RTVI По-моему Сказал Несколько По бабье То есть Вот Они будут За запятую Там Могут Ну Можно по-мужски Смолчать Да Вот Ну ладно Ну говори Это твои мнения Вот Нет там Споры И поэтому После этого Некоторые плакали Даже сотрудницы Я просто помню Я всегда Вот С каким-то С ужасом Вот этих Планерок Ждал Потому что Ну Во-первых Там железная Дисциплина была Там от звонка До звонка Не дай бог Так сказать Опоздал На работу Сегодня у нас Я такое модное слово Прошу прощения Аутсорсинг Да То есть удаленная работает У нас У всех средства связи Грубо говоря Такие что Физическое присутствие С девяти до шести Оно Ну Просто Не обязательно Не обязательно Вот И Была такая Конечно беда Хотя В восемьдесят пятом Антиалкогольный закон Я Сейчас вспомню За все годы Учебы Только Один Преподаватель Нам сказал Теория и практика Районной печати Какой-нибудь Предмет Назывался Самая большая опасность Которая поджидает Журналистов Вообще В районной печати В местной Региональной Это пьянство Это пьянство Это как У шахтеров Силикоз Грубо говоря У журналистов Пьянство Почему? А потому что Ну вот Прежде всего Психология Человек приходит Работает На его глазах При его помощи Иногда С не очень Хороших людей Получаются Большие руководители Все на его глазах А он только пишет Пишет Для некоторых Этот психологический срыв Вот Вот это Я не знаю Диссонанс Да Такой между Идеалом И действительностью Он просто кричащий Он тушит это в водке Это кстати Болезнь не только Сибирских Там каких-то Журналистов Вот в коммерсанте Я просто Воспоминания Васильева по-моему Читал там Что первый закон Который Внутри Редакционный закон Это чтобы на территории Редакции Увидели Бутылку Пустую Наполненную Там неважно Все Без всяких разговоров Увольнения То есть Вот ты подписываешься Под этим Работой Как выходили Из этой ситуации Говорит Окно было Открыто зимой и ночью Ой Зимой и летом Грубо говоря Если они Выпивали Они просто Выставляют Слышишь Начальство Они выставляют Он заходит Видит Но это уже Не территория Редакции Это конечно Анекдот Да Анекдот Но если в таких Изданиях Это действительно Была серьезная Проблема Потому что Приходили люди Прошедшие опыт Уже и партийной Печати Где-то Когда коллективы Буквально за год Спивались Буквально за год Это была проблема В 85-м году Когда я пришел Естественно Это гигантские очереди За спиртным Ну как бы Порицалось это все Я просто помню В Петропавловке Первого секретаря Если не изменяет память По-моему Петропавловка Джигинская Просто с запахом Пришел Утром На него настучали Его сняли Первый секретарь райкома Комсомола Не комсомола Партии Партии Круто Да Такое было Не знаю Стоит ли это Возвращать сегодня Но так было Это было Не долго Но это было Сейчас поколение Сменилось Сейчас поколение По-моему Другое Интересы другие Сейчас это не является Проблемой Грубо говоря Вот такой О которой Надо даже В университетах Грубо говоря Преподавать Предостерегать Молодых Да Что было То было Ну это конечно От этого Куда денешься Это наша история У нас с этим Очень много связано Да потом У нас Ну как-то Россия Вотка Это понятия Такие Неразделимые По-моему Ну может быть Когда-нибудь В каком-то там Будущем Я уж не могу Там зарекаться Далеком Или недалеком Но эта проблема Решится Олег Какой ты видишь Перспективу Развития газеты Вот как ты видишь Ее будущее Как мы С тобой Я надеюсь Живые и здоровые Будем отмечать Столетие Молодежь Бурятий Наша Самая Пожалуй Активная Внештатная Автор Елена Федосеева Которая Сотрудничает Лет Десять Наверное Без малого Лет Десять Вот она В поздравлении Очень хорошо Сказала Вот этот Тренд На Электронные Какие-то Вещи На Телеграм-каналы Интернет-сайты И прочее Что это Это все здорово Но Если человек Любит Жить Красиво Со вкусом Это Утренний кофе Это Пошуршать Газеты Прочитать То есть Это становится Понемногу Элитарным СМИ Я бы Я бы Предпочел Такую Точку Зрения Замечательная Точка Абсолютно Согласен Вот Если допустим В Англии Там Таймс Читал То у нас Литературная Газета Толстая На 16 полосах Формата Правды А2 Замечательно Вот А Конечно Нападает уныние Когда видишь Людей Которые Везде Уткнулись В гаджеты И не видят Ничего вокруг Но это как с книгами То есть Книги Понемногу Они становятся Элитарными Есть же Совершенно дорогие Издания Там Я не знаю Трехмесячная Зарплата За одну книгу Да Понятно Что она Не совсем Для чтения Да Вот Но взять Такую руку И тактильные Вот эти ощущения На пальцах Это замечательно Олег Спасибо огромное За беседу Я получил По настоящему Удовольствие Тебе спасибо Общаясь с тобой Не подожди Мы еще не заканчиваем По традиции Я хочу предоставить Тебе слово Обратиться к нашим Телезрителям К читателям Молодежь Бурятии Вообще Ко всем Кто Нас сейчас Видит Пожалуйста В эту камеру Уважаемые зрители Пользуясь случаем Хочу во-первых Поблагодарить всех Тех Кто Эти дни Поздравляет Нас По телефону Ваши слова Это вот такой Мотиватор Очень хороший К дальнейшему Так сказать Творчеству К нашему К поискам Новых тем Людей Героев Наших публикаций Вот И конечно С праздником Белого месяца Вам Оставайтесь с нами Не пожалеете Спасибо 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 еще раз Уважаемые телезрители Я напомню Что гостем программы Открытый эфир Был главный редактор Газеты Молодежь Бурятия Олег Лебедев Я Владимир Банщиков Прощаюсь с вами Всего вам самого доброго До встречи Субтитры подогнал «Симон»